Друзья, привет! С вами я, Безверха и Татьяна, основатель и директор дизайн-студии ТБ Дизайн. Сейчас мы находимся в коттеджном поселке Монтевиль в Московской области. Это загородный дом площадью 400 квадратных метров. Мы реализовали его под ключ еще в прошлом году. И вот, наконец-то, мы затеяли масштабную фотосъемку. Ну, а я приглашаю вас в дом. Сейчас мы с вами находимся на втором этаже. Это лестничный холл, и первое, что бросается здесь в глаза, это второй свет. Что мы тут видим? Тут очень классно читается зонирование пространства и стилистическое решение, где видна четкая вертикаль каминной топки, отделанной сланцем. Ее поддерживают высокие темные вертикали шторма. Тут у нас одна детская спальня, собственно говоря, в спальне старшей дочери. Здесь у нас вторая детская спальня, спальня младшей дочери. Мастер-блог, который мы сейчас с вами как раз-таки пройдем. И небольшая кладовая комната, она же гардеробная, и место, где хранятся все детские игрушки. И давайте начнем с мастер-блога. Здесь очень красиво. Войдя в мастер-блог, первое, на что мы обращаем внимание, это вот это вот декоративное панно. Вообще, у него отдельная есть история, его делали чуть ли не за день на сдаче объекта. Как всегда, объект вздается, нужно успеть все и сразу. И мы изготовили его сами из МДФ, полиуретанового профиля и обоев. Кстати, рисунок этих же обоев повторяется за изглозной кровати. Тут у нас небольшая элегантная консоль из латуни со столешницей под мрамор. И красивые аксессуары в китайском азиатском стиле. В целом, цветовое решение этой спальни достаточно насыщенное. Тут нейтральные основы, коричневый пол, бежевые стены, светлый потолок. Но активно добавлен как темный, насыщенный, прям плотный шоколадный цвет, так и оттенки синего и оттенки терракоту, которые этот синий классно добавляют. Это у нас зона сна. Тут большая двуспальная кровать с объемным антрасом кинкою. Естественно, все постельное белье, подушки, аксессуары покровала, все подобрано в тон. Хочу отдельно рассказать немножечко про стеновую панель. Ее было достаточно сложно технологически изготовить, потому что это дом из клиненого бруса, и он по высоте гуляет. Эта панель, она сделана на скользящих направляющих, на основе из гипсокартона, поэтому даже если дом немножечко гуляет, согласно сезонности, то этой панели ничего не будет. По центру у нас обои, которые тоже напоминают немножечко восточную тематику, а по бокам зеркальное и панно, которые дополнительно поддержаны вертикалью светильников. Разумеется, прикроватные тумбы и аксессуары, опять-таки, в восточном стиле. В этой части помещения спальни у нас эргономичное раскладывающееся массажное кресло, живое растение, я вообще всегда считаю, что живые растения в интерьере это супер, и рабочее место хозяина дома. А теперь давайте пройдем в другую часть нашего мастер-блока, это, собственно, гардеробная комната, она у нас здесь проходная, и мастер-санузел. Мастер-санузел, как выводится в замерленных домах, очень объемный. Здесь, наверное, квадратов семь, если мне не изменяет память. Разумеется, у нас большая тумба, двойная, у двоих человек, чтобы у каждого было свое место, сложить аксессуары, которые необходимы, ну и в целом, чтобы было комфортно принимать гигиенические процедуры с утра вдвоем. Золотомбой акцентная стена. Акцентная стена у нас выделена мозаикой, и узор мозаики геометричный, поддержан геометричными же зеркалами. Сама тумба, выполненная из МДФ в шпоне дуба, оттенок дуба совпадает с оттенком брожилок на керамограните на полу. Это итальянский керамогранит, который имитирует натуральный мрам. Собственно говоря, скалешница – это акриловый камень искусственный, который тоже немножечко напоминает узором полу. А вся сантехника и унитаз, и биде, и все остальное, даже полотенцесушитель, были подобраны в классическом стиле. В этом мастер-сануле у нас есть и душ, душевая кабина, и, естественно, большая ванна. Вообще, это отдельный сорт удовольствия – ванна с окном, как я считаю, чтобы можно было полежать, и не просто полежать в небольшом запасе на помещении, но и насладиться горячей ванной, когда у тебя есть вид на зелень и на окружающий коттеджный поселок. Поселок очень зеленый, поэтому вид из окна классный. Подиум под ванну отдела тем же самым керамогранитом, что и пол, сантехником в классическом стиле, как я уже говорила. Ну а душевая кабина была выделена отдельно для удобства хозяев, чтобы можно было быстро и комфортно принять душ с утра. Сейчас мы с вами находимся в спальне старшей дочери. Эта спальня безумно уютная, и мне особенно нравится цветовое решение. Это сочетание очень-очень нежного серо-билового оттенка с таким же нежным пепельным голубым. Стены и потолок здесь такие же, как во всем доме. Также у нас во всем доме одинаковые полы из инженерной доски шоколадного оттенка и высокие белые двери. Ну а в остальном, дебор именно этой детской, он абсолютно индивидуальный. В частности, мы вот решили организовать уютную зону отдыха под окном, сделав сидячий подоконник и большие шкафы для книг и аксессуаров. Они, кстати, очень функциональны, потому что здесь есть еще система хранения за дверками и, естественно, откидные дверки, за которыми тоже можно что-то хранить непосредственно под сидушкой. Но эта зона еще акцентирована у нас крупными подвесными светильниками. Сама кровать, это готовая модель кровати. Мы нашли ее и решили использовать в этом проекте. Ничего не делать под заказ, потому что она нам идеально подходит. И, разумеется, в зоне кровати у нас есть элегантный брак и прикроватные тупочки. Ну а постельное белье очень тщательно было подобрано в цвет всего интерьера. Рабочая зона, куда же без нее, потому что девушка-хозяйка комнаты учится в школе. Тоже в элегантном и женственном ключе. Ну и туалетный столик. Туалетный столик был отдельным пожеланием хозяйки квартиры. Она хотела, чтобы у каждой из ее двух вечерей было свое место, где можно, как говорится, нанести с утра красоту. За этой дверью у нас гардеробная. А тут санузел при вот этой вот спальне. В каждой спальне у нас в этом интерьере есть свой санузел. И это, я считаю, один из базовых принципов комфортной. Если позволяет площадь, санузлов должно быть как можно больше, в идеале при каждой спальне. Поло делан крупноформатным керамогранитом, интересного голубого оттенка с рисунком опять-таки под камень. И эти цвета поддержаны у нас и на стеной плиткой, и цветом краски на стенах. Тут есть сидушка, на которую можно присесть или кинуть халат, или полотенце, или какие-то другие вещи. Ну и самое классное, это то, что в ванной есть прям большое полноценное окно. Так что эта комната не превращается, как обычно, в такую темную коморку, но является, скажем так, полноценным помещением. Сейчас мы с вами находимся в детской младшей дочери. Эта комната чуть поменьше, чем комната ее старшей сестры, но она не менее интересна. И дизайн на самом деле достаточно схож. Что тут другого? Тут чуть-чуть другая цветовая гамма. Если у старшей дочери лиловый, пепельный лиловый сочетается с пепельным синим, то здесь он сочетается с терракотовым и рыжеватым оттенком. И мне кажется, это сочетание очень нежное и как нельзя подходит для ребенка. Здесь кровать. Кровать оформлена полукруглым. Здесь полукруглое изголовье, и вообще форма кругов и шаров достаточно активно в этом интерьере используется. Здесь круглые браны от кровати, круглые подвесные светильники, круглые подушки, полукруглое изголовье, зеркала и так далее. У окна здесь расположено рабочее место, а вокруг рабочего места у нас открытые стеллажи для книг, учебников, декора и так далее. Естественно, они предельно функциональны. Все ящички открываются, и здесь можно хранить все, что нужно. И это рабочее место, как и вся столярка в доме, изготовлено было под заказ. В этом помещении есть еще одна акцентная стена. Мы решили, как говорится, рискнуть и покрыть стену из клееного бруса морилкой лилового оттенка, которая поддерживает лиловый молдинг, который идет по всему помещению, и декор в том же самом фиолетовом цвете. И, по-моему, это выглядит очень здорово. Из комнаты можно попасть в гардеробную. Также тут, разумеется, есть туалетный столик, так же, как и у старшей дочери. Этот туалетный столик оформлен с круглым зеркалом и круглым же терракотовым пухом. И есть приватный санузел. В нем нет окна, но, тем не менее, он тоже очень уютный. Здесь световая гамма подходит к световой гамме основного помещения. Стена оформлена мозаикой. Я помню, как сильно орали строители, когда им дали такое ТЗ, потому что это отдельная мозаика, которую мы купили и укладывали строительными силами. Большая тумба с раковиной. Душевая зона, оформленная все в той же самой мозаике. И еще один небольшой акцент. Мы решили повесить арт над унитазом и биде, чтобы, как говорится, на этой стене не было просто и слишком скучно. Сегодняшний обзор мы заканчиваем в самой красивой локации. Это в гостиной. А именно, с видом на гостиную с балкона второго этажа, чтобы чувствовался второй свет. В целом, мы очень довольны результатом работы над этим интерьером. Мы счастливы сами, что получилось красиво. Довольны наши заказчики. Кстати, хочу отметить, что для этих клиентов этот интерьер стал уже третьим, который мы сделали для них. Мы работаем под ключ. Мы являемся студией дизайна полного цикла. Над каждым проектом работает команда специалистов. Это дизайнер, архитектор, руководитель проектных комплектаторов. И мы готовы реализовать и воплотить в жизнь именно под ключ с ремонтом, с комплектацией, с декорированием. Так что, если у вас есть квартира или загородный дом, который вы хотите превратить в крутой жилой объект с интересным дизайном и безупречной реализацией, обращайтесь в студию TB Design. Мы сделаем, и вам это точно понравится.